Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Немножечко, немножечко поговорим о комментариях и упоминаниях ваших, а я на них отвечу свои. Вот Татьяна Бурдакова пишет, Петрович, как вы считаете, можно очистить сосуды капельницами? Спасибо. Теоретически, я думаю, теоретически это возможно, но вот практически мне как-то это несколько непонятно. Знаете, что? Сколько их надо сделать для того, чтобы очистить сосуды? И сосуды очистить именно там от чего? От этого, от этих сужений, от этих там, будем говорить, сгустков там каких-то слизистых, холестерина и прочее, прочее, прочее. То есть, здесь, конечно, важно подобрать эти все эти капельницы и так далее, тому подобное. И сколько их надо сделать? То есть, насколько и чем загрязнены сосуды и что надо, какой раствор использовать для того, чтобы все это очистить? Вообще-то, я слышал, что делают вот эти вот сейчас модно делают эти капельницы, и человек чувствует себя там лучше. Ну, за счет того, что что-то там нормализуется. Но это, как бы сказать, все-таки неестественный путь. Вот представляете, вот эту систему надо вставить, и там сколько, что, чего, как. И важно, важно понимать, а чем вы ее загрязняете сосуды? А если вообще понимать, чем сосуды или за счет чего сосуды кровеносные чистятся, то можно прекрасно потихонечку очистить сосуды без всяких таких вот ухищрений, типа капельницы и так далее. Вот смотрите, вот смотрите, начнем с того, что вот Николай Друзяк, у которого с сосудами были большие проблемы, там были и варикозное расширение вены, и прочее, 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 там со здоровьем. Он стал использовать талую воду. Талую воду я неоднократно рассказывал, показывал вам, как это все дело делается. И представляете, вот он говорит, сколько там понадобилось, где-то там, наверное, два-три месяца, чтобы он стал совершенно другим человеком. Это его опыт. Я со своего опыта скажу. У меня был такой опыт, когда я на голодании использовал, наверное, в течение, ну, наверное, дней десяти, может быть, двух недель, талую воду. Вот я выпивал примерно за день, за день я примерно выпивал, ну, может быть, пол-литра воды. Больше особо на голоде не хочется. И, значит, что со мной произошло? Со мной произошло следующее. После голода у меня стал выходить песок сначала из одной почки, потом из другой почки. То есть, рассосались камни, которые были в почках. Это очень дорого стоит. Естественно, с помощью вот этой вот талой воды вы можете очищать и свои сосуды. Но встает следующий вопрос. А что загрязняет сосуды? Может лучше, так как организм, система самоочищающаяся, убрать факторы, которые загрязняют сосуды? А чтобы вы представляли себе загрязнение сосудов, особенно капиллярного русла, это у нас кровь. Кровь, ну, так, пока скажем, по каким-то причинам делается, она должна иметь определенные характеристики, чтобы нормально, значит, циркулировать и все там, грубо говоря, по сосудам проходить, она по каким-то причинам начинает густеть, загустевать. И вот если вы разберетесь в причинах этого загустевания, а я уже неоднократно рассказывал, это тут и питание. Питание, причем, есть такое, которое может слизь поставлять в кровяное русло, может меньше воды, как бы сказать, забирать воду из кровяного русла, за счет этого загущать. Ну, и ряд других вещей. Хотя бы даже вот такие вот вещи, как положение тела в течение дня. Если вы в основном сидите, то уже у вас кровоток уменьшается, передавливаются там вены, и начинаются такие вещи. Далее я вам рассказал самый простой, значит, способ, и тем не менее он рабочий. Это талая вода. Следующий, это когда человек начинает профилактически, там, раз в недельку голодать, и при этом опять-таки использует, можно использовать талую воду, можно использовать дистиллированную воду. Вот тут вот манипуляции с водой идут интересные. За счет этого на голоде начинают вот эти вот все разного рода отложения рассасываться, приходят в движение и выбрасываются. Об этом хорошо говорил там Поль Брех. Ну, и так, если вы будете голодать, вот как он советовал, там, бутылочки с мочой ставить, допустим, голодайте первые сутки, мочу собрали, поставили вторые сутки, третьи сутки, там, и так далее. И потом, когда посмотрите, через некоторое время там такие осадки образуются. То есть голод очищает. И далее, когда во время блокады исследовали тела умерших людей, то, ну, насколько я там слышал, сосуды у них были чистейшие. То есть никаких отложений не было. Вот это второе средство для очищения, значит, сосудов без каких-то там капельниц. Ну, и, естественно, дальше можно использовать различные продукты. То есть манипуляция с различными продуктами, которые способствуют очищению сосудистого русла. Это будут особенно свежевыжатые соки. Хорошо работать. Причем соки должны быть овощные и не сладкие. И далее, далее. Опять-таки, должно быть движение, которое бы обеспечивало прокачку крови нормальную по сосудистому руслу. Движение. Раз. И очень хорошо, я думаю, здесь подойдут и банные процедуры. То есть регулярно, там, в банке там палится, не спеша, чтобы с потом выходили разного рода шлаки. Далее, далее интересно, это, знаете, как бы сказать, начинаешь тему затрагивать, информация начинает тебя, как бы сказать, подниматься, подниматься. Используйте контрастные водные процедуры для того, чтобы гонять кровь. То есть во время контрастной процедуры, вы, допустим, минуточку поставили в теплой воде под душем, прогрели, значит, сосуды расширились. Потом буквально на 5 секунд даете не холодную, а прохладную воду, такую, чтобы она вас взбодрила. Сосудики сжались, кровь туда. И такой контраст, повторяете, раза 4-5. Туда-сюда, туда-сюда. Отлично работает. То есть вот таким вот образом вы можете очищать сосуды. Плюс, естественно, там, тибетский рецепт с чесноком. То есть все, что жгучее такое, оно способствует тому, что растворяет разного рода отложения в сосунах. Курсами там. Это есть. Так что я ответил на ваш вопрос насчет капельниц. Просто не зная, не понимая, вот вам предлагают вот такой метод. Вот мы, мол, почистим вам сосуды капельницы. Я думаю, что это может иметь место и работать. Ну просто дальше, дальше как. Если вы не понимаете, чего не загрязняется, вы опять наступите, так сказать, на те же грабли. И опять надо будет чистить и так далее, и так далее. Надо жить умеючи, надо жить играючи, надо в общем браться жить припеваючи. То есть, если вы знаете, что, что и как, вы можете намного эффективнее и проще, и без всяких вложений, мани, 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 содержать свой организм в прекрасном порядке. Плюс еще, смотрите, можно заниматься дыханием по бутейкам, которое расширяет сосуды. Уже это тоже способствует очищению.